В Государственном архиве новейшей истории области напомнили, что в сложный для страны 1943 год, 19 января, вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Ульяновской области в составе РСФСР. Однако, по словам директора архива Андрея Пашкина, об этом жители нашего края и города Куйбышево, куда входила и территория современной Ульяновской области, узнали позже. Из воспоминаний Ивана Тихоновича Зотова, который впоследствии трудился вторым секретарем обкома партии, мы знаем о том, что Куйбышев узнал об образовании в Ульяновской области вечером 21 января 1943 года, когда проходил траурный концерт, посвященный кончине Владимира Ильича Ульянову Ленину. И вот как раз на этом траурном заседании было объявлено, что в составе присутствующих есть делегации из Ульяновской области. Директор госархива привел воспоминания Ивана Николаевича Терентьева, первого секретаря Ульяновского обкома партии и, по сути, первого руководителя области. Сформировались две группы управленческой элиты, я бы и так сказал. Московская во главе с Иваном Николаевичем Терентьевым, который весь январь собирал необходимых людей в команду. Ну а вторая часть, она была из Куйбышева во главе с Иваном Тихоновичем Зотовым. Это была группа работников, которые непосредственно знали состояние дела Ульяновской области и были очень полезны. Регион развивался стремительно. Он стал промышленным центром во многом благодаря эвакуированным сюда предприятиям. Конечно, одним из важных событий, которое произошло в истории Ульяновской области, является строительство автозавода автомобильного, которое началось еще во время Великой Отечественной войны и продолжилось уже после. Строительство проходило очень быстрыми темпами. Так, к 1946 году уже была закончена и введена в эксплуатацию электростанция, рассчитанная на 12 тысяч киловатт, и также уже ряд цехов. С 1957 года здесь начинается выпуск полноприводного семейства УАЗ собственной конструкции. Архивные фотографии отражают и подготовку к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Тогда в городе активно возводится мемориальная зона. 16 апреля 1972 года состоялось торжественное открытие Ленинского мемориала, на котором присутствовал генеральный секретарь партии, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. А через пять лет было подписано постановление о строительстве Ульяновского авиационного промышленного комплекса. В архиве хранятся фотографии значимых моментов в период возведения авиазавода и буклет. Со всеми фотографиями за разные периоды существования Ульяновской области из фондов Госархива новейшей истории регионов можно познакомиться на выставке «История одного региона», которая открылась в законодательном собрании накануне дня рождения области и будет работать до 31 января.